На базе Копейской технической школы ДСААФ прошли показательные выступления воспитанников спортивно-технического клуба «Медведь». Мероприятие было приурочено к общероссийскому празднику – Дню призывника. Тему продолжит Виктория Дышаева. О приемах боевой схватки с противником, рукопашном бою, освобождении заложников из автобуса воспитанники технической школы ДСААФ знают не понаслышке. Они всегда готовы к бою, к защите своей родины. В этом году мы решили поменять формат, то есть выйти из зала в домов творчества, домов культуры, а прийти и показать призывникам то, с чем они могут столкнуться в вооруженных силах. Ну и отделение страйкбола нашей школы показало им, к чему они могут прийти, когда будут учиться военному делу настоящим образом, как говорится. Участие в мероприятии приняли учащиеся профессионального техникума имени Хохрякова и студенты Горно-экономического колледжа. Между ними и воспитанниками военного клуба «Медведь» в здании тиротехнической школы была организована страйкбольная игра с применением пневматического оружия. Для любого призывника важно уметь владеть оружием. Сборка и разборка автомата – непростая задачка для новичка, но не для ребят из клуба «Медведь». В их арсенале еще много умений и навыков специальной подготовки и приемов самообороны. Конечно, собираюсь пойти в армию, потому что это престижно. В нашей стране, не знаю, долг родни отдавать должен каждый в любом случае. Это дело каждого парня молодого. Я готов, сразу вам скажу. Да и все здесь, каждый вам, наверное, скажет, что служба в армии – это круто. Сегодня в технической школе ДСААФ начальную военную подготовку проходит около 60 человек. Всем им в ближайшем будущем предстоит пройти военную службу в разных частях России.